И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушать, и это великолепная сборочка с модом Create. Ну как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произвели кое-какие маленькие изменения, хотелось бы мне сказать, но по факту я просто занимался декоративными работами по большей части. Я облагородил здесь немножечко территорию, как можно видеть, вынес всю сбор с этих двух ферм вот такие вот маленькие аккуратные сундучки, а именно в драйверы, в которых находится несколько изумрудного уровня улучшений, которые крафтятся и создаются в принципе легко, учитывая тот вариант, что у меня очень много изумрудов за счет того, что я торгую с жителями. Ну и по большей части все, это все изменения, которые у меня здесь были, а все потому, что мы как раз с вами прошлую часть закончили на самом интересном моменте, и нам предстоит здесь и сейчас, сегодня, по крайней мере, очень много чем интересным заниматься. Во-первых, мне не мешало бы давным-давно уже сходить в ад за много чем интересным, я уже надыбал себе обсидиана благодаря кирочке, и в принципе это все, что мне необходимо для похода. Но прежде чем идти, я пожалуй себе хочу скрафтить наконец-таки уже рюкзак. Давно пора, для него нужен швейный стол, который создается и крафтится в принципе легко, тогда мы его на готов. И для первого уровня рюкзака нам необходим дубленная кожа, катушка и ножницы. Катушка это, ну, не сложно, и теперь мне нужна дубленная кожа. Дубленная кожа это по факту обычная кожа, на этом верстаке обработанная, а для рюкзака их нужно 5 штучек. И все, крафт завершен, рюкзак мы отсюда забираем. Сюда мы также можем помещать разного рода карманы, но пока мне это недоступно, а все потому, что у меня просто банально закончились все нитки, которые у меня здесь есть. Рюкзачок, конечно, маленький здесь, но тем не менее, я думаю, этого на какое-то время хватит. Это первое, что я хотел сделать перед походом в ад. А второе заключается в том, что нам давным-давно надо каким-нибудь образом уже чудным собирать смолу себе. Смола, на самом деле, это очень важный ресурс, сборкой которого я решил заняться только сейчас, хотя надо было уже давным-давно. Для того, чтобы его начать собирать, мне нужен древесный выжиматель. Это механизм плюс ведро. И того, и того у меня, в принципе, в достатке. Хочу я их сразу, допустим, скрафтить тебе 3 штучки. Теперь мне нужно немножечко удачи и место, где я смог бы все это безобразие разместить себе. Допустим, как временный вариант, это будет, ну, не знаю, давайте вот здесь, вот, в принципе, недалеко от этого. Так, выжимателям, по идее, ничего не надо, так что пусть они здесь будут так вот размещены. Надеюсь, с правильной стороной я их разместил. И нам нужно вырастить дерево. Древесные выжиматели пошли что-то выжимать там. У них начала копиться смола. По-хорошему нужно еще третий сделать сок выжимателя, чтобы разместить его с третьей стороны. Но пока обождем. Так, дальше. Мне понадобится здесь себе сделать механические помпы в количестве трех штук. Для того, чтобы из этих выжимателей извлекать всю жидкость. По факту, по-моему, без разницы, в какую сторону она будет вращаться, но, тем не менее, они понадобятся. Медь и медные листочки. Ну, в принципе, очень легко. Замечательно, три механические трубы у меня теперь есть. Теперь, по идее, мне нужен какой-то сосуд, в который я буду погружать эту всю жидкость. Нам нужна, по идее, вот такая вот чаша, в которой мы будем, получается, всю смолу сжимать при помощи пресса и получать из нее резину. Так, у нас даже есть пресс здесь. Замечательно. А чаша каратится достаточно легко. Так, подключаем это вот таким вот образом здесь себе. К сожалению, я не помню, в какую сторону это все должно вращаться и крутиться. Так что пока будет... У нас все это немножко в импровизационном формате. Ага. Так, перегрузка. Сразу же. Я просто соединил здесь цепь, и сразу у нас все это перегрузилось. Прикольно. Значит, либо слишком много у нас шестеренок, либо я здесь что-то делаю явно не так. Так, с одной шестеренкой это все работает. А две уже контрятся. Хорошо, давайте пока попробуем просто систему и запустить это все с одним соковыжимателем. Если же не получится, то мне придется делать какую-то здесь дополнительную систему для того, чтобы эти все шестереночки здесь у нас крутились. Стоп, а если... Сейчас, секунду. Да, пошло. Все. Я делался одной помпой. Просто соединил это все трубами и сюда вывел помпу. Все. А ларочка называется просто открывался. Теперь я должен здесь где-нибудь каким-нибудь образом установить механический пресс и на него тоже придать элемент вращения. Перегрузка случается из-за большой скорости вращения на валах. Да, единственное, что я могу сейчас придумать. То есть надо мне как-то ее найти способ снизить. Вот так вот я сделал. Передал с маленькой на большую и еще раз с маленькой на большую. По идее у меня здесь такая же скорость вращения, как и вот на этих вот валах. Они должны быть идентичны. Потому что там я ускорил, а здесь наоборот замедлил. Теперь мне нужно вот это все безобразие соединить нормально. Теперь это работает успешно. И пресс пошел работать, да? Так, теперь я хочу с помощью адезитовой воронки ее как-то отсюда доставать. Хотя мне кажется, было бы проще это делать с помощью обычной воронки. Ставлю я здесь драйвер. Воронкой подключаю. Пакел он достал, это конечно классно. Но вот сама резина. По идее здесь мала почему-то копится. Хотя она не должна здесь копиться. А, нет, просто я не настроил в сторону внимания жидкости. Все, нормально. Теперь у нас вся жидкость поступает в чашу. Из чаши поступает при помощи пресса в наш драйвер. Скорости вращения, которые есть здесь у нас, в принципе, ее вполне хватает. Так что оставляем ее такую, какая она здесь есть. Пусть она у нас здесь копится. Можно было бы здесь еще поставить парочку этих выжимателей. Крафт у них достаточно простой. Но я не думаю, что пока в этом есть какая-то острая необходимость. И в принципе это все, то что я хотел сделать перед отправкой в ад. Ваду я хочу достать несколько жизненно важных ресурсов. Пока я еще не хочу идти до ипритов и их крепости. На самом деле я бы не отказался на нечто от другого. И это песок душ. Да, который раз мне уже везет и я оказываю здесь, в этом измерении, сразу после портала. Мне по сути этих песков потребуется не так, чтобы много. По большей части мне потребуются, наверное, магмовые блоки. Если бы они здесь где-нибудь находились поблизости, я бы на самом деле не отказался от этого. Так, а это что за структура такая у нас? Поселение какое-то там. Кто-то типа големов. Поселение напоминающее бастион, там сундуки какие-то. Будь у меня снаряжение получше, я бы, наверное, туда отправился. Также мне еще нужно будет здесь кварц. К сожалению, я не помню зачем конкретно он мне будет нужен, но пригодится. Так, я здесь побегал. Я понял, что здесь нет ничего интересного. За исключением всего пары мест. Отправлюсь туда я за кадром. И найду то, что мне нужно, я уже за кадром там. Поскольку сейчас на серию у меня другие планы. И сейчас мне на серию нужен был именно песок душ. Его я хотел себе найти по нескольким важным причинам. Как минимум для продолжения прохождения квестов. У меня по квестам сейчас в больших стремлениях нужно выполнить шедрость бедрока. Я в прошлой серии не нажал, к сожалению, на подводный сад выполнить. Но мы его с вами выполнили еще тогда. Приоритет это шедрость бедрока. Достижение выполняется, когда мы, получается, с вами делаем специальную ферму над бедроком при помощи обычной лавы и воды. Я здесь уже за кадром побегал, приготовил, конечно же, все. В принципе, ничего сложного здесь не было. Выкопать небольшой туннельчик, сделать такое же водяное колесо, как и там у нас наверху. Только менее реалистично. И передать крутящийся момент на бур, который я должен буду здесь разместить. Я уже тестировал эту схему за кадром. Все это должно, по крайней мере, работать, я на это надеюсь. Вот она, механическая дрель. Здесь как раз нам показывают элементы и принципы, по которым она добывает здесь блоки. Так, здесь у нас стоит вода. Механическая дрель должна стоять вот здесь, вот таким вот образом. Все, она теперь добывает все то, что здесь находится. Ну, по крайней мере, должно находиться. Сейчас закрываю я все оставшиеся отверстия при помощи булыжничка. И беру сюда, выливаю лаву. По идее, у нас здесь создается булыжник и он сюда выплевывается. Замечательно. Ну, а благодаря тому, что у нас генератор булыжника из двух блоков всего стоит над бодроком, у нас здесь появляется не только булыжник, но еще и габара какой-то булыжник, гранит булыжник и самое нам нужное эндезит булыжник. Теперь я все это должен каким-нибудь вот таким вот образом, по идее, собирать в сундук. Главное, что у нас здесь есть булыжник, который без проблем собирается в сундук. Потихоньку, помаленьку, да, они увеличиваются, но чтобы быть уверенным в этом, я, пожалуй, здесь сделаю небольшое такое стеклышко. И мы с вами здесь прекрасно видим, что все то, что создается, успешно водой успевает смываться, прежде чем она успешно здесь заполнится. Получается, мы с вами таким образом завершаем этот квест. Но прежде чем продолжить дальше, нам нужно сделать эндезитовый подъемник. В принципе, для него я и искал ад, и для него я хотел что-то здесь изучать и как-то здесь бегать. К сожалению, свою суперскую опускательную поднимательную штуку, которая здесь была размещена, мне придется снести. Тем расчетом, чтобы здесь разместить более лучшую вещь, которая была бы с точки зрения рациональности. Я здесь хочу построить что-то типа водяного лифта. Ну почему что-то типа? Я хочу именно водяной лифт, в принципе, здесь и построить для блоков. Который будет ничем не отличаться, в принципе, от механик ванильного Майнкрафта. Возможно, это будет долго, возможно, это будет как-то не очень, но я постараюсь делать так, чтобы это было нормально. То есть у меня здесь, по идее, должна находиться земля, в земле находится вода, а в воде растет ламинария. И сейчас я должен поднять этот водяной лифт до самого верха. Думаю, пока что вот такой вот мне высоты хватит. Примерно на уровне той системы, где я начинал выкапывать. Теперь я должен здесь, по идее, разделить воду и отправляться в самый низ. Чтобы лифт этот работал, нужно, чтобы каждый блок этой воды был заполнен каким-то пространством. Из-за того, что мне очень неохота заполнять это все вручную, мне поможет здесь очень эффективная ламинария. И теперь я просто тыкаю ПКМ на ламинарию, и благодаря тому, что она вверх растет, каждый блок текучей воды заменяется на блок стоячей воды. Что необходимо, в принципе, для создания обычного водяного лифта. Ламинарию можно здесь успешно срубить. Туда я размещаю песок душ. И теперь этот лифт должен работать успешно. Как раз в качестве эксперимента можно и будет здесь вот разместить сундук. В сундук я помещаю в воронку. Делаю так, чтобы из сундука все выводилось куда-то вне сундука, как ни странно. И, допустим, я сюда помещаю булыжник обычный. Он должен с помощью воронки выплевываться, и что-то как-то очень неэффективно все это делает. Спустя парочку тематических операций моих в голове, мне удалось сконструировать только максимум вот это вот. То есть здесь стоит выбрасыватель, в который по андезитовой воронке должны поступать предметы. Допустим, вот я подгружаю сюда предметы, и все улетает успешным образом вверх, даже не успеваем за этим следить. Здесь стоят два наблюдателя, которые мы скрафтили благодаря кварцу, который генерирует Redstone Сигнал, благодаря которому выбрасыватель постоянно выбрасывает у нас предметы вверх. Теперь же нам нужно соорудить такую конструкцию, которая позволит из-за вот этого сундучка те необходимые блоки и ресурсы подать вон туда. У нас есть, опять-таки, здесь парочка способов решения проблемы. И самый гениальный, который мне может прийти на ум, это, опять-таки, воспользоваться конвейерной рентой. Чему, опять-таки, если в первый раз. Как раз для этого мы с вами делали здесь в начале серии резину и резиновую заготовку. У нас здесь, пока мы бегали, что-то складывали, накопилось как раз 16 штучек, которыми я и предлагаю сейчас воспользоваться. Для начала их нужно с вами пережарить. После пережарки получаем вулканизированную резину, а из нее получаются вот эти вот механические ремни. Три штучки этого маловато будет. Все нормально. Вот она, первая у нас конвейерная лента. Она, конечно же, не крутится. Я просто думал, что на каждый блок тратится по одному ремню. Оказывается, один ремень тратится на всю линию. Так что, вообще, с этим проблем, я думаю, у нас не будет. Пока мы здесь пробегаем, как раз я расскажу о способе, как я получал здесь этот редстоун. Он получается путем дробления в помоле киноваря. Тут нет редстоун руды, тут обычный киноварь встречается в обычном мире. Я через вот эту просеялку его просеиваю. И вот здесь он у нас выходит на выходе, получается. Теперь я хочу сделать, пока я здесь, способ, по которому у нас все ресурсы здесь будут забираться. Я надеюсь, что вот таким вот способом у нас все инструменты будут попадать успешным образом в сундук. Я согласен, что непростительно вот так вот растранжиривать механические воронки. Но, к сожалению, я тут ничего поделать в ином случае не могу. Сюда я размещаю сундук. Из сундука мне нужно сделать так, чтобы у него выходило все это вот таким вот образом. Первую ленту я ставлю вот так вот. Я надеюсь, что если я, получается, буду выбрасывать с помощью этой воронки сюда блок, то он успешно все будет работать так, как мне нужно. Теперь осталась маленькая проблема, как это все зашестеренить. Первый вал конвейера я начал крутить. И как раз это будет прекрасная возможность. Допустим, если я вот сюда вот загружу землю, она успешно попадает на конвейер и куда-то вперед улетает. Вперед улетает, я думаю, мы потом как-нибудь с вами ограничим. Теперь мне нужно передать привод на второй конвейер. Это будет немножечко сложнее, потому что тут иногда будет изгаляться чуть более изощреннее. Ну, а хотя нет, я думал, будет сложнее. Я просто оттуда вал прикрутил, и нормально это все работает. И теперь я ставлю вот так вот. Сторона вращения не та. Это проблема. Надо будет здесь ставить коробку передач, чтобы все это работало по-другому. Сейчас бегаем. Так, получается, я просто здесь где-нибудь разъединяю это все. Ставлю здесь коробку передач, и она меняет сторону вращения. Теперь это все работает в нужную мне сторону. Я надеюсь, что таким вот образом забираются инструменты из нашего выбрасывателя. Давай проверим. Я сюда вот это вот закидываю. Ага. Конечно, все летит не туда, куда нужно. Вот, вылетает, упирается в стену, и теперь кладется успешно, надеюсь, в раздатчик. Да, в выбрасыватель кладется. По крайней мере, в выбрасывателе это нет. И теперь мне нужно опять забраться наверх, чтобы проверить, есть ли наверху у нас все эти предметы, все эти ресурсы. Они должны быть в сундуке. Все 23 булыжника успешно поступили у нас в сундук. Вся эта система, то есть мы можем сказать, успешно работает, и доставка андезита наверх у нас тоже успешно доставлена. Причем скорость доставки меня, несомненно, радует. Она достаточно быстрая. Теперь же мне нужно из этого сундука сделать сортировку всех ресурсов, всех булыжников, которые мы достаем отсюда. И достаем мы отсюда гораздо больше, чем можем себе предоставить. Правда, есть один маленький нюанс. У нас здесь никакого передачи крутящегося момента нет. Возможно, мне тут придется сделать что-нибудь такое, ведь у нас здесь будут также механизмы размещены. Но об этом подумаем потом. Как делаем это вот таким вот образом. Размещаем здесь конвейерную ленту. И ставим андезитую воронку. Как только мы запитаем конвейер на вращение, то есть из сундука должно все выходить успешно на конвейерную ленту. Но попозже это, я думаю, сделаем. Только я сейчас сделаю так, чтобы у нас все ресурсы изнизу добывались наверх. Потому что подъем-то я сделал, а саму сортировку, самих ресурсов я не сделал. Все полетело в этот сундук. Из этого сундука поступает все сюда. А дальше по конвейерным лентам идет у нас успешно наверх на нашу базу. Мне это так нравится, не передай словами. Особенно вот эта вот прыгающая вещь. Я потом за кадром, конечно же, это все приведу в более-менее эстетический вид. Чтобы потолок хотя бы был однотипный и так далее. Теперь же последняя вещь, которую я хотел бы сделать, это сортировка. А для этого мне нужен механизм вращения. И я думаю, как нельзя лучше, здесь опять-таки подойдет вентилятор. Нам не нужна никакая сила особая здесь, для того, чтобы вращать конвейер, надеюсь. Хотя можно будет потом использовать подшипник ветряной мельницы. И потом сделать ветряную мельницу на этом месте. Главное, что я здесь делаю, это размещаю конвейерную андезитовую воронку. И допустим, я хочу, чтобы с этого конвейера, вот в этот сундук, пока что сундук. Потом, скорее всего, я размещу здесь себе драйвер. Драйвер заходило, допустим, только андезит. Поэтому я должен здесь именно драйвер сначала размещать. Вот это вот андезитовые вещи, андезитовые предметы из мода Креатио не позволят мне сделать сортировку в необходимом мне масштабе. Поэтому сразу нужно размещать здесь драйвер. Драйвер я здесь размещаю. В него я хочу сделать так, чтобы попадал только андезит. А остальные предметы, допустим, куда-нибудь убирались. За ненадобностью. Воу. А это выглядит прикольно. Но по-хорошему мне нужна большая здесь скорость, чем вот эта вот сейчас. Ну хотя, ладно, особо пофиг. Но особо пофиг. Нет. Эта скорость очень маленькая. Нет. Это меня не устроит. Ну вот другое дело. Вот это вот меня уже скорость устроит. Скорость, конечно, меня устроит, но направление вращения меня не устраивает. Теперь это крутится в нужную сторону. И это работает именно таким образом, как которым мне нужно. Шестеренки крутятся. Все вертится. Вращается. Это просто вау. Весь булыжник, который мне не нужен особо, помещается успешно на конвейерную ленту. Все то, что не андезит, помещается вот сюда вот. Куда-то вниз улетает. И чтобы не быть голословным, и чтобы точно все это завершить успешно, мне нужен либо кактус, либо что-то другое, что способно уничтожать блоки. То есть лава. Размещаю я здесь ведро лавы. Все это успешно уничтожается. Так у меня получилось сегодня с вами вместе завершить два очень непростых квеста. По крайней мере, очень увлекательных заставкой всего безобразия вот в такой вот безумной скорости вот сюда вот наверх. И в принципе добыча всего этого безумного безобразия. Мне за кадром нужно будет провести здесь какое-то время, протестировать всю эту систему и как она будет эффективно работать здесь себе. Ну а также я здесь хотел бы к следующей серии уже сделать вот такой вот цепной привод в корпусе, который позволит мне вот эту вот всю безумную систему с шестеренками просто очень легко скомпоновать таким образом, что она будет занимать меньше места и выглядеть менее громоздко. Да, конечно, безумно интересно и красиво выглядят эти шестереночки, но все-таки нужно стремиться к какой-никакой компактности, и чтобы это все было более-менее аккуратно. Ну и тогда на таком прекрасном моменте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok